Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1142. События дня. Книга Иео, 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, не выходил бы за двери. Вот объявление наше, посчитайте. Ролики можно посмотреть, вот умерла она, как похороны были, осталось четверо детей. Ну, кто желает, может помочь, вот тут. Наталья Миром Игнатий Тихонович, вот вышел за третий ваш ролик с чат-рулеткой. Вы здесь уже немного умиротворивания и кажетесь. Хотя я понимаю вас, как хочется кричать и радоваться о Боге, но многих это сразу отпугивает. А когда вас видят мирного и слегка улыбающегося, у людей возникают вопросы. Очень хорошая эстафета вам и Сергею это просто дано свыше. Да благословит вас Бог, и людям все равно некоторые да обратятся. Слава Иисусу Христу! Очень нравятся ваши беседы с Лидией. Очень грамотная и хорошая женщина. Передавайте всем от меня поклон. Низкий поклон Татьяне Кузьминичне. Она нас принимала, когда мы ездили к вам. Угощала нас блинами. Пусть не падает духом, я за нее помолюсь. Я говорю, посмотрел еще один ролик с Уолкером. Может, я это письмо направить Стивену. Вот пять законов продуктивности Давид Уолкер. Особенно с девятой минуты хохот этого предпринимателя не его хохот. У него одержимость, полученная, подхваченная, очевидно, где-то и от харизматов. Ничего мудрого, христианского не вижу ни в одном его ролике. Легкомыслие и бравада с дьявольским безбожным хохотом. Похоже, никакой веры в нем и нет. Иеремия 15, 17. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Подтяготеющий на мне рукой твоей я сидел одиноко. Ибо ты исполнил меня негодование. Интересные такие места. Хочется побольше, чтобы люди познали волю Божию донести до нас, как люди относятся к таким явлениям смеющимся. Лукаш 6, 25. Горе вам присыщенное ныне, ибо вы залщите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Ефесянство 2, 2. «А смех, я сказал, глупость, а веселье-то что оно делает?» Ефесянство 7, 3. «Сетование лучше смеха. Потому что при печали лица сердце делается лучше». Ефесянство 7, 6. «Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета». Ефесянам 5, 4. «Также ствернословие, пустословие, смехотворство неприличного, а напротив, благодарение Исая, 21, 3. От этого чреста мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие». Небольшой вопрос решил тут поднять, а уже не все соберешь даже. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех важен обратиться в плащ и радость в рыдание». Ефесянство 7, «Беселья беззаконных». Кратковременно и радость лицемера мгновенная. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков. Как помет его, навеки пропадает он. Видевши его, скажет, где он. С чем сравнивается? С пометом, с дерьмом человек. Ничего. Евов, 21, 11. «Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос импана и цитры. Веселятся, призвух их свирели. Проводят дни свои счастья, мгновенно не сходят в преисподнюю. Глупый в смехе возвышает голос свой «Ха-ха-ха!» А муж благоразумный едва тихо улыбнется. Когда это говоришь, да что это такое? Житья нет. Это вот жили, а теперь и смеяться нельзя. Ну, что смеяться-то? Каждый день горе. Леди. Грешный Игнатий Тихонович. Пять часов сна недостаточно. Увы, от счастья. Я пишу. Через пять часов, значит, у вас будет уже восемь утра. Леди. Одной из причин добраться к вам было и остается подтянуть дисциплину. Подъем молитвы. А ваша динамика – это дар Божий. Не каждому по силам. Вот одним пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я вам недавно писала по вопросу об исповеди, и вы прислали ссылки. У меня есть к вам другой вопрос, который меня мучает о схождении Духа Святого. Прослушала ваше выступление, где вы цитируете восьмое главу деяния о том, что апостолы, узнав, что самаряне уверовали через проповедь Филиппа, послали аспостола Петра и Павла, которые пришли к ним, и помолились о них, чтобы те приняли Духа Святого, что Духа можно принять только в церкви. У нас в православии говорят, что любой священник в церкви, даже сам имея недостойное поведение, имеет по праву священства через возложение рук передавать благодать Духа Святого. Но так ли это? Может ли через грязный сосуд лиц, ощущающийся благодать? Или же и нечистые духи от него тоже могут попадать на того, на кого он рукой возлагает? Я о такой версии прослушал одной женщины, бывшей пятидесятницы, которую Бог повел в тело Христова, то есть в разные протестантские общины, как раз для их обличения. Ее зовут Людмила Плетт, живет она в Германии. По образованию врач, поработала по воле Божией 30 лет душопопечителем. Пишет книги, у нее много роликов. Она задает вопрос о том, что как же такое можно было быть? Если Дух Святой один, то и понимание Писания должно быть у верующих единым. Если мы, Вадимы им, но большинство людей духовно заражено другими духами, мешающими нам понимать Слово Божие и быть возимыми духом. Я наблюдаю мою коллегу по работе из евангелистской церкви, которая просто живет по Писанию, живет практически. Все вопросы задает Богу, постоянно читает Библию. Ей приходят ответы, причем, когда она неуверена, переспрашивает у Бога. Ей приходят подтверждения. Кстати, она тоже молится, в том числе и на особо непонятном языке, как она говорит, данным ей Духом Святым. Я вижу, что Господь все устраивает в его жизни. А когда я слышу от некоторых православных, причем, скорее, по словам одного священника, православнутых, что достаточно лишь состоять в православной церкви, чтобы спастись, то возникают большие сомнения. Неужели моя коллега, живущая по слову, не спасется, а ходящая в православную церковь и не знающая слова спасутся? Вообще, человеку ли рассуждать на тему о том, кто спасется, а кто нет? Я сама ходила годами в церковь, каялась, грешила, каялась, и так по кругу, по кругу, пока благодаря Богу, наконец, не проснулась и не поняла, что со мной происходит, не принесла полного покаяния за всю жизнь. Я увидела, что исповедь моя носила формальный характер, что я уже как бы играла в церковь. Каясь же перед Богом постоянно, в течение дня, много раз, стараясь отслеживать свои мысли и слова. Раньше, после исповеди, прищищалась постоянность и сейчас осознала себя недостойной причастием. Формально исповеди священнику больше совершать не хочу. У меня вопрос к вам. Вы хорошо знаете каноны церкви. С какой чистотой должна совершаться исповедь и причастие? Поймала себя на том, что совсем не люблюсь, ни любому священнику пошла бы на исповедь-то. Можно ли молиться с протестантами в частной молитве? Слушая Людмилу Прядь и зная, что в действительной реальности происходит, в том числе в православной церкви, есть о чем задуматься. Вы, конечно же, правы в том, что даже корабль церкви, даже обросший ракушками, все равно корабль. Я сама сейчас усиленно учусь, чтобы хоть как-то освоить священное писание, не знание которого прихожанами нашей церкви, как я думаю, есть главная слабость, порог и препятствия, в том числе и миссионерской деятельности. Благодарю вас за любую помощь. Совет, ссылки. С уважением, Светлана. Так, небольшое, но важное дополнение по счету рулетки. Там внизу кнопки, далее и стоп. Так вот, чуть правее флаг России. Так это не просто флаг, а страна, с которой вы хотите найти собеседника. И так далее. То есть выбирает Украина, или Казахстан, или Белоруссия. Система вам идет, вам ищет собеседников из той страны. Если не находит, то тогда в России. Зачем? Увидеть разницу контингента других стран. Он сильно различается. Вчера мы посмотрели, нисколько не различается. Все одно к одному. Даже не узнаешь, что это в Америке, в Германии. Рекомендую составлять по каждой стране отдельный видеоролик. Не получается, никого нет. К примеру, сегодня только Украина, завтра только Белоруссия и так далее. Удивительно, даже выбирая США и Англию, и даже Италию, люди, как правило, говорят по-русски. Видимо, система понимает, что мы с Россией и таких подсовывает. Конечно, выбирая далекие страны, нужно сразу спрашивать, говорят ли они по-русски. Но им больше интересна жизнь в России. Да и в некоторых странах менталитет людей совсем другой. Кстати, еще чуть правее внизу тоже флаг. Он показывает, из какой страны наш текущий собеседник. Это перед тем, как уже на пенсию идти, там переходят. Вот такое. Валентина. Ну и нагородил обличитель. Каша в голове. Это на Роману говорит. А Роман. Сделайте меня лучше. Ну считайте, как они разговаривали. И Валентина, как говорит, тут все, Рахиль, вот, затормозите и посчитайте. Вот, считайте, молчанию предается Бог. Сергей Игнатов выставляет. Спаси Христос. Душа скорбит в виде отступления священников и мирян от 50-го апостольского правила. Это грузинская церковь. Грузия, грузия там ребенка как попала. Ну, а что они говорят, смотрят, ужасаются. Митрофан присылают. Романы заполи... Полемики с Романом Евгений стал ходить. В горячую избу войдет. Не в горячую, а в горячую. Коня на скаку остановит. А мне еще понравилось высказывание Бориса Семеновича в его беседе по скайпу с Игнатием Тихоновичем и отцом Иоакимом. Он эпистолярный жанром не владеет, как многие из нас. Его учили в армии, в Модест, владеть оружием, управлять воинскими подразделениями. И он изумляется, откуда у нас столько времени писать, писать и писать. Елена Фавр покидает беседу, и Дмитрий дальше начинает. Мне искренне жаль тех баб, которые обходят в горячую избу и останавливают коней на скаку. Это изначально. Наибридские... Здесь. На бабской доле. Эту долю им подписал безбожник по фамилии Некрасов. Не знаю, Николай Алексеевич. Не похоже. Ну и сами посмотрите, что еще есть. Берут Наташа Ростова, там Базаров за героев. Правильно рассуждать. Это наши люди в собственном счете, в нашем содружестве. Ксения Юрьевич. Я, к сожалению, отношусь крайне настороженно. Что-то такое вот. Белые поступали неправильно, пока Сергей Игнатов выступает. Женщину хвалит мэр города Якутска. Она все не так делает. 99% оскорбятся по своей неграмотности, эвансипации и феминизму. Дошло до того, что даже при произношении слова поп на тебя косые свирепые взгляды. Ну и что все нашли день было тут? Да ничего, так все день прошел. Где-то надо было больше молиться. Это вот у нас мой мир. Очень хорошая система. Вот, просится в друзья, вот как я принимаю сейчас надежды. Гай Дабура. Ясно, что не русская. Гай Дабура. А что тут у ней? Ну-ка посмотреть, написать сообщение. Ну и ладно, больше не надо при таком платке. Где-то она ничего и знать не будет. Ну это я потом найду. Мастер, Андрей, Галина в лес. Это все здесь. Ладно. Слава Иисусу Христу! Вот так. Ну и это наша система. Показать надо. В мой мир сюда заходите. Многое получите. Это наш форум большой. 1600 тем. Нажал не туда или что. Почему так? Канал перетащить надо туда. И вот как он выглядит. Вот сегодня выстоял. Интересно. Посещаемость какая? Переписка с Сергеем. Интересно. 13. А из-за стола вот после трапезы занятием 304 позже. 304 человека заглянуло. А здесь 12. Ну вот. Дальше Булкина совсем зазирает. Они его не знают. Никого нету. Вот. такой неверующий. Все однако. И на этом сегодня конец. Время.